Доброго времени суток, с вами Омечта, и сегодня мы поговорим про средства от комаров. Как вам, наверное, известно, комары чутко реагируют на ароматы, но в отличие от нас, они их терпеть не могут, особенно запах гвоздики, базилика, эвкалипта и аниса. К таким же отпугивающим средствам относятся запахи валерьяны и табачного дыма. И, например, 100 граммов камфоры, испаряемые над горелкой, избавят от мух и комаров даже очень большие помещения. А вот в старину для отпугивания комаров и других насекомых кровососов применяли отвар корнипырея, одной из самых распространенных сырников. Также можно использовать мелко нарезанные свежие листья и цветки черемухи или базилика. Отпугивает комаров и запах гвоздики, базилика, аниса, эвкалипта, как я уже говорила ранее. И любое из масел этих растений можно использовать для защиты. Для этого достаточно смазывать открытые участки кожи или капнуть масло в водиколон 5-10 капель и также на источник огня, камин, костер, на свечку или разогретую сковороду. Смочите маслом этих растений ватку и положите на подоконник. Масло чайного дерева также может использоваться как репеллент, помогает оно и от укусов. А если вы посадите под окнами вашего загородного дома бузину или грядку томатов, это также их отпугнет, потому что свежие ветки бузины можно принести в комнаты. Они отпугивают комаров точно так же, как и запах листьев томата. Если вы решили посидеть на природе, вскипятите самовар на сосновых или еловых шишках или бросьте в костер слегка присушенную хвою можжевельника. А вот старое народное средство против комаров – это персидская, долмацкая и кавказская ромашка, она же перетрум. Сушеные соцветия, стебли и листья этих видов ромашки, измельченные в порошок, поражают нервные клетки насекомых. Достаточно разложить по квартире или дому несколько букетиков ромашки, и вы будете избавлены от комаров на целую неделю. Запах кедрового масла отпугивает не только комаров, но также мух и тараканов. И ни одно насекомое не прикоснется к лицу, если умыться отваром из корней полыни. Приготовьте отвар просто. Горсть рубленных корней заливают полутора литрами воды, доводят до кипения и настаивают. Я надеюсь, это видео было вам полезно и очень рассчитываю на вашу поддержку в виде лайка или комментария. Также пишите ваши рецепты собственные под этим видео. С вами была ОМЕЧТА. Всем пока!